Рекомендацию оставаться дома, и они выполняют правильно. Не только потому, что это снизить риск захвореть. Это люди за своего взрослого и физического состояния просто не могут выйти на улицу. Даже если очень нужно. Размова об дядюлях и бабулях, подопечных червонок. До одинокой пенсионерки Валентины Судникович, разом с сестрой милосердности, завитала и наша здимуточная бригада. Сюжет Марины Джалой. Да, здравствуй, Леночка. Ой, дела. Ну, лучше нет и хуже нет. Ну, так, в общем. Валентине Судникович недавно вспомнилась 80. Полову своего життя працавала. Пришим целых 30 годов у крановшицы на заводе имя Кирова. А зараз засталась одна. И вся надея на добрую суседку и сестру милосердности, якую женщина пяшотно называет моя Леночка. Я бы, ну как я, вот если я ноги меня не держит, не могу стоять, так. Я бы никак не справилась. Валентина Судникович сирот подопечных областной организации «Червоного крыжа» два годы. Некольких годов тому взломала шейку бедра. Операцию за кардиостимулятора робить было нельга. Так вот и покутая. А кроме Валентины у Олены Крупко есть еще семь подопечных. Навершать их необходимо бодать что день. Сходить в краму, аптеку, поликлинику, когда нужно. И потом все принести пенсионерам. Яны, как родных, клопоты, яких позбавлены по разных причинах, чекают сестры в милосердности. Сейчас прибавилась работа, посещаем. Иногда требует посещения два раза в день. То есть и продуктов надо кому-то уже больше принести. Те, кто мог выйти сам, а не выйти уже не могут. Это естественно. Посещение поликлиник опять-таки увеличилось, потому что люди пожилые, больные. Кто-то где-то заболел, простыл. Все переживают, боятся вируса. Усяго региональная организация червоных окрыжек лопотится об 150 таких одиноких и недужих бабулях и дядулях. Але зараз, уличываючи особливые обставины, готовая додатково допомогать и іншим, коли будет такая потреба. Лишних людей у организации нема. Зато и есть без конца ожидания быть корыстными. Готовы оказывать помощь не только нашим подопечным, но и дополнительным гражданам пожилого возраста в случае, если государственная структура опять-таки обратится и скажет о том, что им нужна помощь, наши волонтеры готовы. Но здесь, конечно, мы тоже обращаем внимание на то, что наши волонтеры и безопасность, и волонтеры, и сотрудника, и того человека, которого мы посещаем, должна стоять на первом месте. Поэтому мы, конечно же, проводим со всеми целевые инструктажи о том, как необходимо себя безопасно вести, защищать и себя, и подопечного от вируса, который сегодня есть. Парады же застаются ранейшими. По мягчимости не наведывать место массового знаходжения людей, обмеживать сустречи, больше часу находиться дома, мыть руки и при первых симптомах захворывания выкликать урожа на дом. И головное – ведать, что допомога побоч. Я вам тут продукты принесла. Марина Джала, Валерий Хапанько, Телера, Деокомпания «Гомель». Продолжение следует...